Здравствуйте! Газ в Крыму продолжает доходить до тех, кто в нем нуждается больше всего. Об этом мы не только поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по энергетике. Михаил Сергеевич, здравствуйте! Михаил Сергеевич, тема газификации Крыма продолжает оставаться актуальной еще с советских лет. Но вот до 2022 года не так давно продлили план газификации территории республики. На сегодня газифицировано порядка 70 с небольшим процентов территории. 74 процентов. Да, это из объектов. До 100 процентов. Когда нам ожидать перероста? До 100 процентов мы планируем до 2022 года, но на самом деле финансирование, которое на сегодняшний день запланировано, это 20,5 миллиардов. Я считаю, что его недостаточно для того, чтобы 100 процентов газифицировать наш полуостров. Потому что в целом нам необходимо 40 миллиардов рублей. Но, тем не менее, руководство республики ведет диалог с федеральными органами власти. И я уверен, что программа газификации нашего полуострова будет корректироваться. И мы получим недостающие финансирования из федерального бюджета, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Ну вот если взять по годам примерно вот эта цифра, о которой мы сейчас говорим, до 70 с небольшим процентов, она корректировалась в динамике в какой? Я могу сказать, что на 2013 год у нас газификация нашего полуострова составляла 67 процентов. На сегодняшний день, вот на сегодняшнюю дату, это 74 процента. Ну, достаточно стабильно, с таким спокойным ровным темпом мы идем к тому, что наши населенные пункты будут газифицированы. Но, тем не менее, я хочу отметить, что 74 процента для Российской Федерации это высокий уровень газификации. По другим субъектам он гораздо значительно ниже. То есть в других регионах Российской Федерации ситуация много хуже, чем в Крыму. В разы, в разы, да. Вот на территории Крыма несколько поселков компактного проживания, которые продолжают испытывать острый дефицит в голубом топливе. Что уже сделано, если подводить итоги, по 2018 годам и что в ближайших планах? В 2018 году у нас темпы достаточно неплохие, 10 населенных пунктов уже получили голубое топливо. Буквально вчера он в Красногородейском районе, газ пришел в дома людей долгожданные, наконец-то получат гарантированное газоснабжение. Ну а до конца 2018 года еще планируется два населенных пункта, которые получат в дома газ. Придется. Это у нас и Бахчисарайский район, и поселок Белое, 4. Ну вот праздничная новость для жителей Джанкойского района. На этой неделе всех обрадовало, газ в Крыму пришел в село Орденоносное. Есть какой-то график или люди, опережая график, подключаются к селам, вне плана вот эти приятные неожиданности возможны? Приятные неожиданности возможны при условии дополнительного финансирования. И я думаю, что действующий уже план газификации нашего полуострова необходимо пересмотреть. Потому что вот буквально вчера был в Первомайском районе, где жители жаловались на то, что ГРП подводят к границе села. И дальше переносится уже разветвление, разводка его по территории населенного пункта, уже переносится на другие годы. И для меня это, конечно, нонсенс. Я не понимаю, для чего делать проектно-смертную документацию дважды. Конечно, буду проговаривать с главой республики. И возможно, что будут какие-то корректировки. Мы не будем создавать сами себе сложности и людям, тем более. Это проблема не техническая, это проблема организационная? Это проблема организационная. Я считаю, что это организационная. Я думаю, что эти недочеты необходимо будет устранить. И возможно, что можно будет скорректировать и быстрее подать газ в населенные пункты нашего полуострова. А ведь перед вами, как перед парламентарием, тоже отчитываются. Вы этой официальной статистикой пользуетесь. В этой статистике, когда речь идет о газификации села, подразумеваются вот эти самые обрубленные трубы на пороге или в том числе разводки? Во всех субъектах по-разному. Но в нашем субъекте ситуация особая. У нас есть распоряжение главы республики о том, чтобы эти ГРП не подводить, как это было во время Украины, к границам населенных пунктов. А разводить, разводку делать по всей территории населенного пункта. А там уже люди подключаются, уже непосредственно заводят его в свои домовладения. А сейчас уже помощь какая-то оказывается людям, которые хотят это до своих домовладений, вот эту самую трубу продлить? Я хочу сказать, что сумма достаточно серьезная. Там она варьируется порядка 150 тысяч рублей необходимых для того, чтобы завести уже по магистрали, которая проходит по населенному пункту, завести в дом. И сегодня есть беспроцентные, скажем так, для того населения, которое испытывает трудности, беспроцентные кредиты. Крымгосети, скажем так, финансируют, платят половину суммы, скажем так, 40% для того, чтобы закупить материалы, установить необходимое оборудование. И уже в процессе разносится по годам для того, чтобы люди могли выплатить. И не было так накладно, чтобы не единоразово выплачивать такую большую сумму. Но много людей в Крыму пользуются вот этим сервисом? Да, пользуются. Не могу сказать, что много, но пользуются этим сервисом, потому что, еще раз говорю, что сумма значительная. Но эту сумму мы не устанавливаем. Это сумма стандартная для всей Российской Федерации. А вы сказали, что проблема в основном носит организационный характер. Для того, чтобы ее решить, не нужно принимать отдельные законы, потому что в противном случае это может растянуться на года. Достаточно вмешательства каких органов власти? Я считаю, что исполнительная власть вполне справляется, скажем так, с теми недостатками, которые сейчас в ходе реализации данной программы выявлены. Я думаю, что справиться надо будет провести совещание. То есть того, что вы знаете... Достаточно указания главы республики для того, чтобы привести, скажем так, в надлежащий вид и, еще раз говорю, не создавать трудности ни себе, ни людям. Трудности для бюджета. Какие в связи с существующими проблемами в области газов в Крыму? И для каких бюджетов? Местные, республиканские, федеральные? Прежде всего, республиканские, конечно, это прежде всего республиканские. И, конечно, финансирование идет еще из консолидированного бюджета. Но, тем не менее, это прежде всего нагрузка ложится на республиканский бюджет. Поэтому достаточно непросто идет газификация в нашем регионе. Но, еще раз говорю, что ведутся переговоры. И я уверен, что услышит наше руководство республики. Мы, со своей стороны, как депутаты, будем поддерживать максимально. И я уверен, что с федерального бюджета поступят необходимые средства, чтобы в полном объеме, еще раз говорю, реализовать данную программу. Кроме средств, технически крымская власть готова к тому, чтобы решить проблему газоснабжения в тех объемах, в которых нуждаются жители полустров? У нас есть необходимые специалисты. У нас есть, скажем так, два ГУПа. Это Крымгазсеть и Черноморный Тегаз, где есть и техника, и оборудование, и возможности, и мощности для того, чтобы реализовать поэтапно всю эту программу до 2022 года. Люди — это не проблема? Или проблема — это те люди, которые привыкли работать по-старому, не умеют работать по-новому? Но, опять же, речь идет об управленцах. Люди — это всегда проблема. Это всегда есть трудности. Человеческий фактор всегда присутствовал и будет присутствовать. Но, тем не менее, еще раз говорю, если будет четкая, понятная позиция составлена карта и спрос, то я думаю, что проблем не будет возникать ни с людьми, ни в технической части. — Впереди зима. Что ждать людям, которые с замиранием сердца уже начинают присматриваться к счетам за газ? — Вы имеете в виду... — Не для абонентов, да, тарифы вообще. — Тарифы. Тарифы на сегодняшний момент у нас за тысячу кубометров — 4 тысячи рублей. Этот тариф значительно ниже, скажем так, чем на материковой части Российской Федерации. Для, скажем так, юридических лиц, для производства этот тариф стоит уже 8 тысяч рублей. — Для производства в Крыму находящихся? — В Крыму, да. 8 тысяч рублей. Ну и, соответственно, если частник превышает лимиты, там, 3 тысячи кубов, то, соответственно, плата, тариф увеличится до 6 рублей, скажем так, за метр кубический. — Но вот эти вот колебания по цене их ожидать в 2018 году не стоит? Уже с цифрами строго предъявились? — Я уверен, что этот период мы пройдем стабильно, но, тем не менее, мы должны готовиться к тому, что не будут перекрестки, и что мы будем платить в той же сумме, которую платят на материковой части России. — Ну вот на материковой части России платят экономически оправданную цену, которая помогает отрасли развиваться, или, опять же, это какие-то социальные обязательства, которые государство перед населением выполняет в ущерб инфраструктуре и, собственно, отрасли? — Любые... — Что говорят в комитете, в котором вы работаете? — Однозначно оправданные, да. Но, тем не менее, еще раз говорю, перекрестки идут по всей нашей стране, в том числе и в нашем регионе, и на Дальнем Востоке. — И поэтому идет, в целом, стабилизация ценовой политики для всех регионов России. Может быть, в ущерб для того, чтобы одни из регионов, которые требуют приоритетного, скажем так, развития, чтобы какой-то дать рост, толчок развития бизнеса и экономики, это, я еще раз говорю, это в том числе касается нашего полуострова, потому что за наш полуостров платит вся Россия. Тот недостающий тариф, который установлен во всей Российской Федерации. — В средствах массовой пропаганды за перекопом уже не первую неделю истерика настоящая происходит по поводу открытия на шельфе Черного моря на территории полуострова новых газовых месторождений. Вот эту информацию как вы прокомментировать можете, как член профильного комитета? — Я хочу сказать, что наш Крым еще и богат не только, скажем так, природными ресурсами, курортами, он еще богат, конечно, полезными ископаемыми, в том числе и природным газом. Конечно, мы будем развивать и в дальнейшем. Еще раз говорю, на нашей территории находится мощный губ Черного моря, Крымгаз, который обеспечивает достаточно большой объем для нашего полуострова потребления газа. Я думаю, что мы еще будем экспортировать, но уже на территорию России, скажем, избытки. Но это еще перспектива, потому что это еще рано наши друзья переживают. Это еще пройдет не один год, чтобы налаять в полном объеме. — То есть мало открытия сторожей, но надо его еще приступить к разработке? — Надо еще переступить к разработке, совершенно верно. Но, тем не менее, на сегодняшний день у нас Глебовское хранилище газа заполнено, как никогда, но дебет сумасшедший. Поэтому я уверен, что мы зиму пройдем без всяких колебаний и будет стабильная подача в дома наших крымчан газа. — Но сумасшедшее в хорошем смысле? — Сумасшедшее в хорошем смысле, потому что наполняемость Глебовского газохранилища составляет порядка 1 миллиард 300 кубометров газа. Ну, как бы такой цифры я на своей памяти не помню за достаточно продолжительный период времени. Поэтому, еще раз говорю, мы готовы во всеоружии встретить зиму, с какими бы морозами она ни пришла на наш полуостров. Ну, надеемся, что их не будет, конечно. — А вот эта тема во всеоружии, она имеет отношение к безопасности надежно? Охраняется ли инфраструктура? Вот здесь переживать крымчанам незачем? — Переживать не стоит, но, тем не менее, мы видим, что наши соседи не успокаиваются. Мы видим, что они постоянно пытаются нагнетать конфликтную ситуацию и в Азовском море на территории. Сейчас они пытаются небо закрыть, учения проводить. И мы слышим заявление господина, хотя для меня он вообще не господин, антиконституционный, скажем так, нехороший, скажем так, человек, который пришел путем вооруженного переворота к власти. И сегодня он угрожает, что он создает новые ракеты, которые долетят до Москвы. Поэтому мы понимаем, что это делается по указке извне, скажем так, Украины нашими партнерами, которые благополучно восседают и предлагают своих представителей во власть украинскую. Но, тем не менее, мы переживаем за украинский народ, потому что такими действиями они, прежде всего, вредят своей собственной нации, своей собственной инфраструктуре и своему собственному будущему. И без газа в результате сидеть простым людям. И без газа, потому что, да, экономика на самом деле находится в очень печальном, плачевном состоянии. И я переживаю за наших братьев-украинцев, которые, как они будут проходить зимний отопительный период. Спасибо большое, Михаил Сергеевич, за то, что нашли возможность приехать к нам в студию, ответить на вопрос. Удачи в работе. Спасибо вам. Всех благ. Мы не прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках программы «Социальный Крым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин